На послезавтра, то бишь среда, у ценителей классической музыки запланирована встреча с бессмертным шедевром культуры. Высокая месса Си Минор и Оганна Себастьяна Баха. Организует встречу с прекрасным народный артист Беларуси. Главный дирижер и художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра маэстро Александр Анисимов. Он у нас в гостях. Александр Михайлович, доброе утро. Александр Михайлович, доброе утро. Прежде чем мы начнем наш разговор, позвольте сказать, что вы хотите пригласить кого-нибудь из наших телезрителей на этот концерт. И есть вопрос. Подарок у нас. Да, подарок пригласительный. Будет тому человеку, который правильно за время нашего разговора ответит на такой вопрос. Будучи человеком, тонко чувствовавшим музыку, Бах не мог вынести одной вещи. Какой конкретно? Звоните 211-66-95 и давайте свои варианты. Кто правильно ответит, тот получит, конечно, подарок от Александра Анисимова, приглашение на концерт. Александр Михайлович, у меня вот тут такая страшная дата стоит, что впервые за 60 лет вы исполняете впервые в Минске высокую мессу семинор. Почему так давно это, давно, никогда не звучало в столичном зале? Ну, никогда это неправильно. Давно. Но правильно, да. Будет давно. И, пожалуй, вот нынешнее поколение наших слушателей в живом звучании, в нашем зале, очень давно не слышало. Но надо сказать, что и капелла, и наш оркестр играли эту музыку в Европе довольно часто, потому что это очень востребованное произведение, особенно в предрождественские дни. И, к слову сказать, к такой же популярной теме относятся и Девятая симфония Бетхойна. Например, в Токио я дирижировал четыре вечера подряд Девятую симфонию перед Рождеством. В это же самое время в других залах, а их там немало, и очень серьезные залы, красивые, хорошие, параллельно звучала та же самая музыка. И мне очень радостно, что и оркестр, и я, и капелла к этому сочинению приближаются. И вот уже послезавтра мы выносим это сочинение на суд публики, потому что это совершенно фантастическое произведение. Вот я вчера, воскресный день, мы встречались для того, чтобы порепетировать. И пролетели эти минуты, часы, репетиции так незаметно, купаясь в этом блаженстве. Я, конечно, человек заинтересованный, потому что профессионал. Но мне кажется, что это произведение, эта музыка, она доступна любому, несмотря на то, что это латинский язык. А помолодел ли вообще залы? Или вы можете вычленить, например, в зале, что вот человек пришел первый раз, он не знаток, вот просто случайно, как говорится, случайно зашел? Вы знаете, так разглядеть довольно сложно, но я абсолютно уверен в том, что на каждом концерте филармонии, не обязательно на симфоническом концерте, у нас много циклов интересных, и органный цикл, и камерная музыка, и симфоническая, и вокальная, обязательно есть какое-то количество людей, которые впервые появились в филармонии. Для меня такой зритель особо дорог, и поэтому я стараюсь делать программы таким образом, чтобы они были не только элитарны, а это очень важно. Это важно, потому что кто-то не воспримет сразу сложную историю, да? Совершенно верно, но и чтобы в них была какая-то изюминка интересная для каждого, интересная для тех, кто не каждый день слушает музыку в своем автомобиле симфоническую. Скажите, а вы общаетесь вот, прости, пожалуйста, вы общаетесь в зал, как вы делаете это на знаменитых рождественских концертах, или все-таки это просто концерт? Я... Потому что это важно, когда вы объясняете. Я стараюсь обратиться к публике, может быть, уже не так активно, как раньше, но без какого-то общения с теми, кто пришел, особенно если идет хорошо концерт, если он подвигается уже к заключению, я чувствую теплоту зала, я не могу не среагировать на это, и я стараюсь это делать. А вот посмотрите, какие музыканты будут участвовать. Наши белорусы именятся сопрано Екатерина Михновец, прекрасная, Александр Михнюк, тенор, Константин Горячий, Костю Горячего многие знают, как хорошего джазового пианиста, человек, который переработал практически со всеми музыкантами, со всеми оркестрами, он будет играть на органе. Да, мне удалось заинтересовать этого замечательного музыканта и удивительного человека, но это не первая наша встреча, кстати. Было один проект очень любопытный, когда мы в первом отделении пригласили выступить яблочный чай, в котором Костя работает, а во втором отделении мы сыграли девятую симфонию Битхольна. И вот эту программу мы назвали «Обнимитесь миллионы». Слушайте, так можете только вы экспериментовать. Великие комбинаты, да, ради прекрасного. Ну да, и вот в данном случае я был уверен, что человек с классическим музыкальным образованием, которым является Константин, он заинтересуется этим. И так оно и случилось. Мы так много и с таким упоением ни с каким солистом не работали, как с Костей. Но должен сказать, что кроме этого музыканта, который будет занят на малом органе «Позитив», так называемый, он будет еще и большой орган. И для этого органа приглашена органистка Алсу Барышникова из Казани. Я с ней делал эту программу. У нас есть девушка, которая дозвонилась. Алина, доброе утро, Алина. Доброе утро. Алина, чего же так не любил Бах? Бах не любил незаконченность аккордов, чтобы мелодия была закончена до конца. Все правильно. Здорово, верно. Молодец. Да, Александр Михайлович, ваш подарок. Алина, не кладите трубочку, наш редактор расскажет, где и как вы сможете забрать пригласительный на прекрасное мероприятие, прекрасный концерт. 7 декабря он пройдет в зале филармонии, да? Да. А я подумала, что Бах не выносил шума. Совершенно верно. Шумана. 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 Шутка, это шутка. Эна-ханана. Ну, всяко бывает, все же эмоциональные люди были. Спасибо, Александр Михайлович. Хорошего вам концерта и спасибо за эти эксперименты, потому что, как бы, что бы вы ни придумали, главное, чтобы зрители пришли, там, как говорится, от младенчества до... Не пожалели о том, что они пришли. Да, но вы же сказали, как только там, блаженство. Вот я сама не смогла оторвать глаз от картинки, когда вы, так сказать, в облачении, по-другому не могу сказать, да? И вот оркестр, прекрасные музыканты, это волшебно. Спасибо. 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 Спасибо.